Друзья, я вас приветствую на канале о Сложном Просто. Меня зовут Сергей. Мы делаем каталог товаров по версии 2023 года. Предыдущая версия была в 2019 году. Там было некоторое количество заблуждений, скажем так. В этом версии мы пытаемся исправить, написать по-новому, на новой платформе, на новых технологиях, с использованием новых фреймворков, нугит-пакетов, ну и так далее. Напоминаю вам, что не пропустить видео, подпишитесь на канал, поставьте комментарий, лайк, ну и в общем все такое. Давайте переключаться в Visual Studio и посмотрим, что мы сегодня будем делать. Перед тем, как начать писать код, хотел бы ответить на вопрос, который, в общем-то, звучал про то, что зачем нам нужен GetByIdForEdit, если, в общем-то, можно просто какую-то сущность изменить и сделать сохранение. На самом деле, здесь ответ очень простой. При простых сущностях, в простых проектах, конечно, безусловно, вам это не потребуется. В более сложных проектах возможно проверять права, наполнять предварительными данными. В общем, вот этот реквест, на самом деле, очень полезен, когда вам нужно сделать какую-то обработку данных, перед тем, как отдать ее на редактирование. В том числе и наполнить какие-то справочники или какие-то перечисления, которые будут использоваться при редактировании. Вот для этого вот эта вот категория CreatorDateRevodal, собственно говоря, используется. То есть, этот реквест, он как бы позволит в будущем упростить процесс наполнениями данными для формы редактирования той же самой, ну, в общем, категории. Так, ну, я думаю, что я ответил на вопрос. Давайте посмотрим, что у нас там есть. И в этой части мы будем делать GetPager и удаление. Ну, давайте, наверное, начнем с удаления. Мне кажется, она более простая. Так, давайте все позакрываем и создадим новый реквест. Давайте я быстренько создам категории. Категории. Делит. Ну, наверное, By ID Request. Вот как-то вот так вот, да? Да. Вот, и это опять же будет у меня рекорд, или рекорд. Это будет RequestMediatorSky. Ну, что мы будем возвращать? Ну, давайте пока ничего не будем возвращать. И, соответственно, создадим еще класс RequestHandler, который будет RequestHandler, и принимать он будет, соответственно, категории, либо ID Request, и возвращать ничего. Ну, теоретически, конечно, можно что-то возвращать. Например, булево значение, да, удалился, или идентификатор записи, которая была удалена. Ну, наверное, наверное, ну, не знаю. Давайте посмотрим по ходу. Так, и для начала, можно сюда, опять же, погрузить iLimitwork. И теперь, опять же, BarItem мы сначала попытаемся найти. А, ну вот, смотрите, все определилось. Опять же, нам нужен OperationResult. И этот OperationResult будет возвращать... Ну, пусть возвращает GUID, конечно, типа, идентификатор сущности, которая была удалена. Ну, наверное, это будет оправданно. OperationResult, и пусть будет GUID. Ну, вообще, OperationResult лучше подсовывать в классы, ну, и так тоже, в принципе, можно. Давайте вот так удалим здесь, нажмем реализовать. И можно, собственно, здесь сделать следующее. Ну, во-первых, нам нужно получить iLimitwork. Если он или нет, опять же, удалять может у нас только пользователь, который имеет права администратора. И поэтому мы здесь тоже не забудем использовать то, что мы использовали в прошлом видео. Итак, UnityBlog, GetRepository, нам нужен категории. И, собственно, здесь у нас будет использован метод Delete. Ну, для начала, наверное, его нужно получить. Здесь у нас есть предикат, который, в общем-то, должен выхватить именно и по идентификатору, который придет в реквесте. У нас этого категории ID нет. Нам его нужно создать. Ну, давайте по образу и подобию. И, соответственно, мы просто толпоком получили. Так, нужно создать оперыжный зонт. Здесь у меня сборка не понимает, что мы от нее хотим. Давайте пишем предикат. И, соответственно, смотрите, когда мы получим или его не получим, нам нужно где-то удалить. Теоретически я здесь могу сказать, если item не найден в базе данных, ну, может, его уже удалили тогда. Operation Result. Add Terror. Ну, я, как вы помните, обещал поправить каталог Exemptions. И NotFound мне теперь принимает EntityName. Ну, name в нашем случае DibyCategory. А идентификатор будет Request. Давайте повыше сделаем. И, собственно, наша миссия на этом выполнена. Нужно вернуть в Operation. Здесь все закончено. В противном случае, если мы нашли эту самую сущность, ну, опять же, можно сделать, как я сделал в предыдущий раз, и здесь написать Repository. Bar Repository равен вот таким вот образом. И, соответственно, иногда можешь присущность. Он может сказать этому самому репозиторию. Delete. И, собственно, градусам и item. И не забыть ее не того, можно сказать, чтобы он сохранился. И проверить, если мы смогли удалить. Если UnitVocLastOperation не окей. В общем, тогда нужно в Operation добавить ошибку. В данном случае, varExemption. UnitVocLastOperation. В противном случае, viewCatorLock. CatorLock. Database какой-нибудь SafeException. И, в общем, в целом, нужно просто сдернуть этот самый Operation. Или сказать, что у нас Operation Result Rally Item Identifier. И, в общем-то, вот все, что нужно было сделать. На самом деле, здесь, помимо этого, нужно еще сказать, что мы используем Ignore фильтры. Если request у нас пользователя нет, опять же, давайте добавим Client's Principle User. И, соответственно, мы здесь, вот здесь, request user enroll administrator administrator. Ну, то есть, если пользователь администратор, тогда мы отбрасываем фильтрацию по запросам и находим эту сущность. Ну, в общем-то, давайте проверим, кроме того, что сейчас еще поправим ошибки. А, вот. Здесь нужно сказать тоже, какую сущность мы не можем удалить. Эта сущность категории. И еще одна ошибка у нас тут есть какая-то. Я только ее не вижу. А, ну да, у нас теперь ошибок нет. У нас теперь есть неиспользованные request. Давайте вот добавим endpoint'ы. Я сделаю его, ну, вот таким вот простым. Delete. Это будет Get. И здесь напишу Delete категории. Так, вот, смотрите, здесь у меня Create for Reddit. Давайте здесь переименуем, напишем категории. Здесь напишем категории. И здесь, соответственно, нужно категории написать. И, в общем, осталось только создать вот метод. Пусть удалять у меня может тоже только администратор. Здесь будет категория Delete.Bid.Request. Здесь мне нужен, помимо метода, еще и ID, который будет with. И, соответственно, вот здесь у меня есть, упс. Здесь мне нужно тоже добавить with ID. И сюда этот ID опять. В общем-то, вот так это примерно работает. Ну, или не работает. Сейчас посмотрим. Так, use, что? А, мне здесь нужно отдать with. Ну, вот так на самом деле пишутся методы. На самом деле, мне кажется, быстро. И главное, чтобы прозрачно. Я всегда точно знаю, где, в каком методе, что лежит. Давайте запустим. Проверим, что это действительно работает. Там в базе данных была какая-то категория. Проверяем. Отлично. Получаем все категории. Есть какая-то категория. Копируем. Delete. Ну да, конечно. Смотрите, я на Get сделал удаление. На самом деле, не очень правильно. Давайте переделаем. Я поспешил, конечно же. Это будет Elite. Вот таким вот образом. Еще раз запустим. И еще раз перезим. Перейдем в категории. Я уже скопировал то, что нужно. Вводим и модификатор. И выполняем. Ну, в общем-то, вот результат. Все отлично удалим. Как-то не странно. Ну, как-то вот так получилось. Что, давайте теперь сделаем пейджинг. Ну, хотя нет. Давайте я вам покажу еще одну штуку. Которая, на самом деле, тоже интересная. И ее нужно показать. А, собственно говоря, показать я вам хотел вот что. У нас есть так называемые реквесты, которые подключают с инклудами какие-то ложные свойства. То есть, например, если я получаю, ну, давайте я вам покажу. Есть expression, где мы проверяем обязательно продукт. Я указал здесь, что оно обязательное. То есть, этот восклицательный знак говорит, что у меня всегда есть продукты. И, таким образом, я должен везде не забывать делать загрузку вот этих самых продуктов к этой категории. Например, вот в реквесте я делаю include. И говорю, что для того, чтобы когда получаешь категории, включи еще и продукты. И это, собственно говоря, может быть утомительно в определенных моментах. Ну, я могу и забыть сделать, поэтому будет exception. Так вот, чтобы это не забывать, можно antitechnowork настроить вот здесь вот. Вот таким вот образом, чтобы сущность категории, когда мы обращаемся к свойству навигации, например, products, всегда был автоэнклуд. То есть, другими словами, у меня сущность категории всегда будут загружаться продукты, то есть, чтобы считалось количество. Ну, и так далее. На самом деле, автоэнклуд удобная штука, что если у вас какая-то сущность неразрывно связана с другой, какой-нибудь агрегат, если хотите, то вот это можно настроить здесь и больше не делать инклуда, они будут подключены автоматически. И, собственно говоря, этим можно управлять. Например, если я не хочу получить какую-то категорию без, ну, то есть, во-первых, мне вот эта запись больше уже не потребуется, но если я захочу, вернее, если я не захочу получать, то я могу здесь добавить параметр ignore. Так, видимо, мне нужно обновить сборку. Давайте это сделаем. Сейчас проверим. Так, limitwork у меня здесь, да. Ну, в общем, я тоже вам рекомендую обновлять иногда, собственно говоря, это иногда бывает полезным. В данном случае у меня появился новый функционал, я его хочу вам показать. Так, здесь мы все подключили, вот здесь мне теперь нужно сказать, что я не хочу использовать... Вот, автоэгнор. Ну, допустим, true, и, в общем-то, я игнорирую автоподключение, то есть мне нужно тогда будет явно указать им клуды и что. Ну, в данном случае мне сейчас вот так вот будет комфортно. Другое дело, что я это проверить не могу, у меня нет ни категории, ни продуктов. В общем, умеете в виду, что эта фикшечка тоже, на самом деле, полезная. Ну, а теперь давайте закроем все для начала вот таким вот образом и скажем, что нам теперь нужно getPagedRequest. Ну, и здесь все по-старому. Давайте я напишу. Вы посмотрите. Реплекфор. И здесь у меня... Ну, по идее, мне здесь должны параметры. Инт какой-нибудь page. Давайте так вот. PageIndex, запятая. IntPage, пусть будет size. И достаточно. И я сейчас создам handler. А потом сделаю внаследование. IRequestHandler. Вот он, handler. И здесь у нас, естественно, будет IRequest. Что мы будем возвращать? Ну, наверное, лучше возвращать, опять же, OperationResult. Ну, это, опять же, дело привычки. Вы можете делать, как хотите. И здесь у меня, скорее всего, будет IPagedListCategory. Нет, неправильно написал. View, соответственно, Mono. И здесь у меня будет категория PagedRequest, OperationResultPyPagedList. Ну, и это будет категория View, Mono. Вот такая вот сложная конструкция. Давайте наследников перенесем на следующую строчку, чтобы это, как минимум, посчиталось. И реализуем. И вот так вот еще сделаем. Вах, очень красиво. Ну, и все начинается с начала. Для того, чтобы не расходить в базу, мне нужно создать конструктор, который прокинут IRequestListCategory. И, соответственно, мне нужно сделать, вернуть, для начала, давайте сразу, OperationResult, IPagedList, категория View, Mono, Enter. И сделать Return, OperationResult, ну, как-то вот так. Ну, и надо сказать, что здесь у меня требуется Task. Ну, я пока сделаю таким образом. War. Давайте вот так и сделаем. Результ будет у нас из UnitWord, GetRepository, нам нужны категории. И эту категорию мы будем получать GetPage, Async, соответственно, здесь будет Await. И сюда мы хотим получить как раз селектор, что мы хотим из этого репозитория взять. Ну, в данном варианте я буду использовать категорию Expression, пусть будет Default. И мне нужен, ну, предикат, по идее, мне здесь не нужен, потому что я хочу получить список. И давайте я все-таки сделаю, чтобы восстановился IntelliSense. Ну, и здесь, опять же, если пользователь, администратор, я скажу, чтобы она для него, нет, не этот Ignore, а вот, Query Filter, User. У меня нет юзера, давайте добавим сюда User. Ну, Climb's Principle, User, соответственно, вот сюда его будем отдавать. A request, User is. Ну, смотрите, я остановлюсь на секундочку. Суть связи с к тому, что теоретически для пользователя, который администратор, может быть какая-нибудь своя собственная страничка, или свой собственный хендлер, или даже контроллер, если так хотите, который будет точно знать, что пользователь администратор и разрешает все запросы. И это можно будет организовать таким образом, чтобы в пайплане запросы медиатора проверять, администратор или ты, или нет. И если нет, тогда просто выдавать всегда ошибку. Я пошел по пути другого, то есть я всегда знаю, что есть какой-то пользователь, и он может быть не авторизован, или авторизован не как администратор, и я проверяю в каждом запросе, существующей реализацией, является ли мой пользователь, который запрашивает непосредственно данные, и именно администратора. Ну, а вы уже как-нибудь сами решайте, что вам, собственно говоря, нужно. Ну и здесь у меня Consolation Poker попросил, Request, и, соответственно, Operation Result, Traveling Result, потому что мы уже возвращаем, собственно, набор iPadJetList, ну и, в общем-то, по идее, все, да. Мне вернутся все. Ну, наверное, все. Давайте попробуем это запустить и проверить. Ну, для начала нам придется, конечно же, создать все эти... Кстати, да, вот еще вопрос был такой, и зачем я приписываю категории. Смотрите, я буду делать еще продукты, и если я где-нибудь в поиске, ну, например, вот так напишу 3A, я точно могу найти категории, или, допустим, у меня там будут продукты. Ну, в общем, это как бы... Просто опыт, что так проще найти методы, которые я использую, которые у меня есть в приложении. Ну, в общем, поэтому вы, опять же, называйте как хотите свои методы, я использую такой вариант. Вот, смотрите, у меня здесь нет никаких дополнительных автоматических там проверок или проверок там консистентности. Простой метод, если администратор возвращается все, в сущности, если не администратор, то только те, которые visible. Ну, и давайте сделаем все-таки... Вот тут у нас будет getAll, здесь делаем getPaged, и здесь будет тоже такой педжет, и мы его... Ну, смотрите, я сюда добавлю в путь, что у меня будет какое-нибудь количество, допустим, номер страницы будет какой-нибудь, page-index, slash, и пусть еще сюда же в путь приходит page-size. Хотя это, на самом деле, не очень хороший вариант, потому что в такой конструкции можно дополнительными параметрами ограничить достаточно большой выбор. То есть page-size обычно он задокументирован, теоретически его можно вынести в JSON-настройки и там однозначно всегда ставить. Ну, наверное, давайте это сделаем, чтобы был, как пример, так, page-index. И это у меня всегда будет int. И, наверное, да, наверное, вот так. Давайте создадим этот метод. Я тоже пойду по пути наименьшего сопротивления. Здесь у нас будет int. И это будет называться page-index. Ну, теоретически можно из настроек взять page-size. Вот как-то вот так. Идет page-get. Отдадим сюда page-index. Пользователь у нас тоже здесь есть. И возвращать мы будем i-paged-list категории LevoModel. Ну, в общем-то, вот как-то так, наверное. Давайте запустим, проверим, что работает. Создаем категории. Для начала я авторизуюсь. Зайдем в категории. Где-то у нас вот get-paged. Отлично. Давайте для начала создадим категории. Так, ну, у нас есть некоторые ограничения. Давайте я вот так вот сделаю. Нет, я сделаю вот так. И здесь поставлю один, здесь один. И поехали. Ну, я думаю, достаточно. Давайте посмотрим, сколько у нас их всего. И у нас их всего одиннадцать. Ну, попробуем открыть paging с указанием. Так, кстати, сколько я поставил? Двадцать. У нас здесь работает. Давайте нажмем стоп. Пусть будет хотя бы пять, например. И запустим еще раз. Давайте я не буду сначала логиниться. Мы попробуем дернуть этот метод без... Ну, пусть будет нулевая страница. Я не авторизован. Ну, наверное, глупо получилось. Еще раз дергаем. Получаем первую страницу. И здесь у нас один, один, два, два, три, три, четыре, четыре, пять. Странно. Но у меня не используется paging, наверное, потому что я его не подключил. Давайте нажмем. Ну да, я метод получаю. В смысле, page-index получаю. А сам его не использую. Это не очень хорошо. Так, как минимум глупо. И здесь у нас есть page-index, соответственно, request page-index, page-size. Так, что из-за этого меня сегодня не слушаешься. Request page-size. Вот, для красоты сделаем тут так. И теперь это, по идее, должно работать. Так, pre-ch-size у нас пять. Отлично, поехали. Еще раз логин. Категория из get-paged, try, нулевой. Проверяем. Раз, два, три, четыре, пять. Сработало. Дальше дергаем первую страницу. И смотрите, шесть, семь, восемь, девять, десять. В общем, все теоретически работает. Можно вынести размер страницы внаружу, так сказать. И здесь его задавать отдельно. Ну, думаю, что в этом особого смысла нет. Давайте это все позакрываем. Ну, смотрите, на самом деле, можно сказать, что вот эту часть мы закончили. И если есть вопросы, я бы то на них ответить. В следующем видео мы переключимся уже к сущности продукт. Хотя, на самом деле, теоретически правильно было бы создать сначала метки, которые мы будем использовать при создании сущности продукт. Поэтому будем создавать, наверное, метки. Так, я тогда с вами на этом прощаюсь. Вам всего хорошего. И пишите правильный код. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!